В области наблюдается рост популяции клещей. Особенно в последние пару лет от них страдают фермерские хозяйства. Среди них аграрии Жанглинского района, где безводная и засушливая зона. Подробнее расскажут мои коллеги. Особенно удобным донором для клещей разных видов является мелкий скот, который часто заболевает после укусов, доходит даже до потери домашних животных. Нашествие кровососов отмечено по большей причине из-за отсутствия профилактической обработки территории. Хозяйства, которые разводят мелкий рогатый скот, сейчас вынуждены забивать овец. Из-за укусов насекомых раны начинают гнить. Это приводит к плачевным результатам. А у крупных хозяйств, где 300, 1000, 2000 голов овец, и вовсе нет возможности проверить каждую голову. Есть случаи смерти лошадей, верблюдов и других видов скота. По словам ответственных лиц, на химическую потраву земель против клеща не предусмотрено средств. В мае Акиматом области были направлены предложения в Министерство сельского хозяйства по предоставлению возможности использовать препараты для обработки земельных угодий от вредителей. Однако ответа нет до сих пор. Массового падежа скота у нас нет. Мы за этим следим. Это проблема, поставленная на областном уровне. К сожалению, в государственных программах не предусмотрены такие процедуры. К примеру, обработка против саранчи есть, а против клещей нет. У нас около миллиона гектаров земли. Это большая площадь. Самостоятельно её обработать мы не можем. Таким образом, вопрос остаётся открытым уже два года, что впоследствии может вызвать более серьёзные проблемы.